Привет от Татьяны, 46 лет. Я забыла поставить телефон на авиарежим, и, конечно же, мне кто-то звонил и сбил эфир. Я начну с очень интересной истории, которую я начинала, и сейчас я вам ее продолжу. Значит, мой телефон каким-то образом у меня... Я сначала все рассказываю, сначала, вы пока подтягивайтесь. Значит, у меня утащили контакты и начали писать всем моим знакомым блогерам по телефону, по WhatsApp, обращаясь по имени, что, дескать, срочно перечисляй деньги, иди в мой именной гиф. Но я никаких гифов не устраивала, просто это аферисты пытались собрать деньги от моего имени, от моего. И они написали моей преподавательнице. Преподавательница засомневалась, что это я, хотя обращение было по имени, написала на WhatsApp, они поставили мою аватарку, у меня прыщик скачал. И она ее и спрашивает, этих аферистов, что такое СБС? Опять звука нет. Опять звука нет. Я застрелюсь с этими эфирами. Скажите, есть звук или нет, и тогда я буду перезагружить телефон. Все, ура! Итак, она мне пишет, моя преподавательница, уже в личку, говорит, скрины присылает и говорит, СБС не для слабонервных. Что такое СБС? Почему она спросила, что такое СБС? Потому что у нас, у всех, кто учился на степатическую коррекцию костей черепа, у нас это вот ночью разбуди, там, в любом состоянии разбуди, конечно же, он скажет, что такое СБС. СБС – это синобазилярный синхондроз, основание черепа, который нашему черепу задает, вообще, это важнейшая часть, ну, понятно, фундамент, да, который задает всю, весь, весь череп, чтобы был симметричный, чтобы все косточки на месте стояли, чтобы не было перенапряжений в костях черепа. И влияет СБС, правильное состояние СБС влияет именно на симметрию костей черепа. Итак, вы поняли, к чему я рассказываю эту историю? Вы поняли? Сегодня дописал программист фейспластику первую часть по костям черепа. Девочки, мальчики, хорошо, я уважаю мальчиков, наконец-то, наконец-то можно, наконец-то доступна фейспластика коррекция костей черепа. Важнейшая вещь, все, можно покупать, значит, 1290, по-моему, я туда сделала, мы туда записали, мы туда, я туда закинула постизометрические упражнения, значит, давайте, чтобы кто, кто соображает, то, ну, кто уже покупал фейспластику, ой, фейспластику я закинула тотальный фейсконтроль. А так вообще, кому не надо, не путайтесь, в общем, постизометрические упражнения остеопатические для мышц лица я туда забросила, и скульптурный массаж я туда тоже залила. Скульптурный массаж с мастер-классом, где мы разбираем все детально по приемам и полный комплекс. Как всегда, очень-очень много уроков. Так, что-то с интернетом, есть звук, нету звука. Расскажите подробнее, что там за лук. Так, давайте я сейчас пересядну вот сюда. Вот здесь должна быть лучше связь. О, здесь даже освещение лучше. Понимаете, здесь как-то посимпатишнее. Я сейчас возьму череп. Это я. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, вот мой любимый череп. Давайте я в двух словах расскажу. Так, уже можно купить, да, ссылка в шапке профиля. Уже можно приобретать, как работать, корректировать кости-кости черепа. Единственное, девочки, я вот скажу вам. Я препод... Мальчики, мальчики-то мне часто делают. Замечаю, что я не говорю про мальчиков. Смотрите, с костями черепа... Я его поставлю сюда, чтобы он, красавчик, нас радовал. Значит, смотрите, с костями черепа мы с вами работать должны очень-очень деликатно. Там высокая степень визуализации. Я сразу предупрежу, не у всех прям сразу получается. Это очень тонкая работа с наработанной пальпацией. Конечно, я бы пригласила на курс по работе с костями черепа тех, кто уже у меня проходил какие-то курсы, у кого наработана пальпация, или хоть есть хоть какой-то опыт. В принципе, новички тоже справятся. Я вела офлайн, офлайн, да, для групп занятия по костям черепа. И как мне потом девчонки признавались, потом признавались, не сразу. Главное, сижу им, рассказываю, они что-то там делают, пыхтят. Я говорю, получается, не да, получается. А потом они мне через три занятия только сказали. Я, говорит, только через три занятия почувствовала. А сначала я, говорит, вообще не понимала, что делать. А потом к этому привыкаешь, очень-очень любишь работу с костями черепа, и становишься фанатом. Вот так. Потому что вот это вот раскрытие, раскрытие именно костей черепа. Смотрите, что происходит с нашими костями черепа. Давайте я вам расскажу в двух словах, потому что я-то сегодня еще другие темы наметила. Я вообще наметила, как всегда, очень много тем. Гипертонику нужно. Гипертонику можно, гипертонику нужно. Мы же нормализуем кровообращение. Нам очень важно приобрести кровообращение. Почему важно прорабатывать кости черепа. Смотрите, это наш каркас. На него, то есть мягкие ткани сверху. То, на чем все держится. Кости черепа с возрастом идет естественное усыхание костей черепа, изменение костей черепа. Оно в любом случае идет. Глазница становится больше и вот так вот свисает. Челюсть вперед выходит. Челюсть вперед выходит. Лоб вот так вот внутрь скручивается, скукоживается. Идет естественное усыхание костей черепа по швам. По вот этим швам. Потому что швы, они копят напряжение. И усыхает. Череп усыхает. И кости черепа вот так вот сворачиваются внутрь. И череп становится с возрастом меньше. И поэтому, собственно, получаются морщины, что просто кожа не на чем, кожа мягким тканем не на чем держаться мышцам. Поэтому, конечно, мы можем работать с поверхностью, ухаживать хорошо за кожей. Вы можете даже делать инъекции. Но при этом ничто не заменит остеопатическую работу с костями черепа. Значит, можно ли одной рукой делать упражнение? У меня одна рука повреждена. Вы, конечно, приспособитесь. Конечно, там есть и с двумя. Вообще, конечно, большинство упражнений вот с двумя. Но вы можете одной придумать. Так, давайте я пока не буду сейчас отвлекаться. Буду вам рассказывать. После массажа лица текают верхние и нижние веки. Как бороться? Зря я это прочитала. Почему? Потому что я отвлеклась от основной темы. Так, как бороться? Давайте я все-таки про кости черепа. Потому что надо работать с костями черепа. Они очень часто пережимают вам венозный отток. То есть мало работать еще с венозным оттоком, с мобилизацией шеи, что тоже есть в курсе по фейспластике. Есть и прям по мобилизации шейного отдела. Есть целый прям отдельный курс. Отдельный блок. И вам надо лимфотоком работать. Еще, чтобы мягкие ткани все были подвижные тоже. И скульптурный массаж. Вы там уберете все спайки. Но важно кости черепа, потому что они тоже пережимаются. Когда швы... Смотрите, дело в том, что сейчас идет преждевременное усыхание костей черепа. Знаете почему? Знаете почему? Вот скажите, подумайте, почему сейчас у людей идет преждевременное усыхание костей черепа. И вот так вот сворачиваются внутрь швы. Вот напишите мне почему. А я вам пока расскажу про швы. Дело в том, что швы – это фиброзные соединения костей черепа. И они сохраняют свою микро-микро-микро-подвижность. И мы, остеопаты, я уже могу себя назвать остеопатом, я уже поработала, они вот так вот могут сворачиваться. Но так как есть там микро-микро-подвижность, мы можем с ними работать, их раздвигать. И убирать вот это вот супер напряжение. И есть для этого специальные приемы. Телефоны виноваты, телефоны и все туда. Двигаемся меньше. Стресс. Стресс нет. Телефоны – да. Потому что пережата шея. Шейный отдел почти у всех проблем. Проблема обычно седьмой шейный позвонок, где холка появляется. А где холка, там вообще холку обязательно убирать. Вы убираете холку не потому, что это некрасиво, а в лечебных целях. Потому что если вот здесь наросла холка, кровотока в голове нет. Череп усыхает, потому что нет кровотока, питание, кости должны питаться. И начинается преждевременное усыхание. А те, у кого нет холки, у тех тоже есть теохондроз. А теохондроз – это что? Перенапряженный седьмой шейный позвонок. Ну, у некоторых и первый позвонок. Мы с этим совсем должны работать. Мало читаем книги. Книги, кстати, читать надо правильно. Шейку ровную сохраняйте. Какую подушку посоветуйте? Любую ортопедическую. Любую ортопедическую. Единственное, что бы я вам еще досоветовала, это полежать иногда на колючках. Есть валики под шею колючку, чтобы нормализовать кровообращение. Как убрать холку? Для этого есть упражнение, которое у меня тоже есть в курсе по фейспластике. Есть упражнение. Но, опять же, смотря какая холка. Смотря какая холка. Иногда уже бывает только такая затвердевшая, как я уже говорила, только на ударно-волновую терапию бывает идти. Бывает. Но у меня, как я уже говорила, тоже в прошлом эфире, кто ко мне ходит на эфиры, девчонки ходили, говорили, что это ужасно больно, и не хотят ходить, и продолжали заниматься. Ну, убирают. В смысле, убирают упражнениями. Но если вы пойдете к врачу, то вам ударно-волновой терапии уберут. Холка есть. Здравствуйте. Когда находишься на море, что можно сделать для себя интересного? Так, смотрите. Для себя вы можете точно так же заниматься, как и не на море. Все мои курсы рассчитаны на то, что вы их включили и занимаетесь в любое время, там, по чуть-чуть. Ну, вы помните, что если вы плаваете на море, и при этом у вас нарушена осанка, есть проблемы с седьмым шейным позвонком, то плаванием вы это не уберете. Если есть любые проблемы со спиной, вы сначала их убираете на суше, а потом уже правильно и технично плаваете. Потому что, если вы начинаете плавать с сильным острым остеохондрозом, вы, в принципе, сделаете еще хуже. Все, все движения, все отрабатывается только на суше. Итак, девочки, сейчас я расскажу про этот фейс-пластику свою любимую. Кто покупает сегодня и завтра, и послезавтра, это же не такая радость, я так ждала, фейс-пластику, в котором зашиты, опять же, скульптурный массаж и постизометрические упражнения. Конечно же, сама работа с мозговыми костями, с мозговым черепом. Это первая часть, да, мы сейчас с вами только вот эту проработаем. Лицевой, это будет вторая часть. Те получают еще и в подарок, естественно, гайд. Гайд со смузи, очень красивый, на много страничек. То есть, вы оплачиваете ссылка в шапке профиля, присылаете скрин в директ, девочки вам высылают еще и гайд со смузи. Потрясающей красоты. Еще говорят, пиявки хорошо убирают лимфостаз в области холки. Они такие мерзкие. Пиявки, кстати, не мерзкие. Я ходила на пиявок. Пиявки хорошо, да, разжижают кровь, хорошо, они вообще хорошо стимулируют кровообращение. Но ничто не заменит. Девочки, не будьте пассивными потребителями. Вообще массажистов, даже остеопатов. И вы не объект, чтобы, да, не объект, который принимает на себя, что вот вы пошли к остеопату, он там все поправил. Вам поставили пиявку, все поправили. Вы, а, нет, не объект, над которым совершаются какие-то действия. Вы субъект, вы сами активная личность. Нет ничего лучше, активной работы. Когда вы помогаете себе сами, когда вы делаете упражнения. Вот что такое постизометрические упражнения? Постизометрические упражнения – это такие лечебные упражнения, которые используются в физкультуре, в физиопроцедуре, для того, чтобы вас… Они начали использоваться для спортсменов, для того, чтобы восстановить двигательные мышцы. Постизометрические упражнения, они используются даже, я говорю, в официальной медицине. Конечно же, мы приспособили и для лица. Мы берем мышцу, приводим к одинаковой длине, ее растягивая, и уже на растянутую мышцу даем равномерную нагрузку. Это самые лучшие, самые деликатные упражнения, у которых нет никаких противопоказаний, и они очень хороши для всех типов лица. То есть, если обычный фейс-фитнес, вам может лицо очень сильно похудеть и пережечь подкожно-жировой слой, то постизометрические упражнения, они просто мышцу оживляют. Я их очень-очень люблю, постизометрические. Я купила курс, гайд в шоке, нереально красивый, сколько рецептов и даже по килокалориям расписаны. Вам его можно отдельно продавать. Ну, пока на подарки, потом, может, попродаем. Ну, у меня вообще всегда много подарков. Татьяна, я понимаю, подпевки уберут только конечный симптом, но причину появления холки – это осанка. Правильно, да, поэтому мы обязательно должны, если бы люди работали с шеей столько, сколько они работают с другими частями тела, ни о каких бастиохондрозах не было бы и речи, потому что межпозвонковые диски питаются диффузией. Вообще всё питается движением. Всегда надо работать и действовать. Итак, мы перешли. Всё, я хочу ответить на вопросы. Я рассказала вам про кости черепа. Мы сейчас с вами, наверное, в конце. Я, в принципе, показывала уже это упражнение на орбиту. Ну, и мы сейчас с вами в конце повторим. Ну, очень ждала этот курс. Все ваши курсы очень понятные и подробные. Сейчас занимаюсь в базовом курсе. Лицо очень подтянулось. И муж делает комплименты. Да-да, мне все говорят. Вы скажите, можно убрать головокружение? Вот, мы сюда подошли. Да, мы убираем даже головокружение. Смотрите, опять же, тут надо смотреть. От чего? Почему? Ну, у нас вот… У девчонок каких только случаев не было. У нас, конечно, приходили девочки на коррекцию костей и со сложными случаями. Ну, я могу вам обещать косметический эффект 100%, но также мы работали и со сложными случаями. Например, девочка у меня была, она вообще не понимала, что с ней произошло. У нее начала отниматься одна сторона лица. Она ходила по неврологам, по врачам, а лицо становилось только хуже и хуже и хуже. Потом мы с ней поработали, у нее оказался… В общем, вот здесь вот венозный отток был затруднен. Мы его восстановили, и мышцы лица просто оживились. Все. И причем у нее очень болела голова и кружилась голова. Ну, почему? Потому что не было венозного оттока правильного. То есть это все мы восстанавливаем. Работа с фенобазилярным синхондрозом, вот здесь с венозным оттоком. Это все-все мы с вами будем делать на курсы по фейс-пластике. Сколько стоит курс? Сколько стоит курс? 1290, по-моему, или 1240, что-то такое. Так, теперь я хотела сказать, головокружения пройдут? Да, пройдут. И вот еще у меня девочка одна задает вопрос, она у меня учится на базовом. Она у меня учится на базовом, она, значит, задала такой вопрос. Она говорит, я делаю массаж скульптурный. Там у нас ног уделяется шею. И у меня после этого массажа начинается кружиться и болеть голова. И в течение дня так побаливает слегка. Это, говорит, нормально или нет? Вот этот вопрос, я хотела бы на него ответить сейчас. Курс в шапке профиля? Да, курс в шапке профиля. И базовый тоже в шапке профиля. Значит, смотрите, дело в том, что у массажистов, сейчас я уже про обычный массаж, да, шейно-воротниковой зоны. В принципе, в большинстве случаев, наверное, 85 случаев, он такой, голова начинает болеть, потому что у человека вегетососудистая дистония, и кровообращение, питание головы нарушено. То есть там всё пережато, и кровь течёт таким вяленьким потоком. А когда мы здесь делали, всё разогрели, кровь хлынула, я аж там всё забурлила, и не совсем готов, человек к этому, голова может начать болеть. Это у людей с вегетососудистой дистонией, и, как правило, это 85% массажных практик. И, в принципе, лёгкая головная боль после массажа, как и тела, так и лица, и шейно-воротниковой зоны, считается нормальной и приемлемой. Но она не должна быть какой-то острой или сильной. А когда вы делаете себе сама массаж, то есть вот мне девушка пишет, что у неё в течение дня болит голова, вот здесь вот мне уже странно, в течение дня она не должна болеть, она может как-то потуманиться после массажа, слегка поболеть после массажа, на время адаптации. А после одного-двух-трёх сеансов этого уже не будет. Потому что вы наладите кровообращение, и всё, всё будет нормально. А вот если в течение дня болеть, то тут надо посмотреть. Может быть, у неё какое-то острое состояние, и ей стоит сходить к неврологу. Может быть, она как-то слишком давила на позвонки, что-то где-то пережимала. Девочки, когда мы делаем вот здесь, мы на сами позвонки не воздействуем, мы воздействуем на ткани вокруг. Как-то давить на позвонки и смещать их не надо. Мы просто вот на ткани вот здесь, вы можете их так-так прощупать. Но вообще, конечно, если как-то остро болит голова, это после массажа тревожно знак, да, ну что такое вы там чуть-чуть себя помяли, да, разогрели вот так, и после этого заболела голова. Ну да, тут надо понаблюдать, почему. То есть, если острая головная боль, идёте всё-таки к неврологу и пообследуйтесь, потому что мы дальше уже не знаем анамнеза. Может быть, у вас острая головная, ну какое-то острое какое-то состояние. Но в любом случае, когда острое состояние восстановится, обязательно работать с шейно-воротниковой зоной, и обязательно, говорю, делать не только пассивное, но ещё и активное, надо упражнение. И также невролог, если есть там какие-то повреждения, невролог, ну вы можете спросить, опять же, я сейчас не прописываю лекарства, да, вимпоцитин есть для нормализации кровообращения головы. Например, никотиновая кислота, я сейчас, кстати, сама пропиваю никотиновую кислоту. Я никому сейчас ничего не прописываю. Идёте к врачу, спрашиваете, можно вам или нет. Очень хорошо тоже для кровообращения. А какой мази гели можно мазать? Ну, значит, мази гели вы не мажете себе, ну в смысле разогревающие любые, там можете себе, конечно, помазать, травме или там всякие, но это при желании. Когда мы делаем массаж, мы ничем себе не мажем. И когда вы скульптурной себе, очень многие там меня тоже спрашивают, какую эту сыворотку посоветуете, какое масло посоветуете, массажный крем. В принципе, я даю очень много в скульптурном массаже. И в скульптурном массаже я не это, мы по-сухому делаем. Вы же ничего не захватите. Покажите гайд со смузи, мир должен увидеть красоту. Ну, я сейчас не покажу, у меня нет технических возможностей. Но вообще он действительно очень-очень красивый. Так, у меня сегодня тоже после скульптурного массажа сильно болит голова. Ну, смотрите, опять же говорю, насколько сильно, посмотрите, потому что голова, в принципе, сильно не должно быть. Можно сходить к неврологу и посмотреть что-то. Потому что слабо, может быть, но в принципе мы все воспринимаем боль по-разному. По времени сколько будет доступ? Три месяца, как всегда. У меня всегда три месяца. Так что, девочки, работа с костями черепа важнейшая у нас. И сейчас, вот мне тоже там спрашивали, помимо лица вы занимаетесь еще гимнастикой для тела? Я профессиональный фитнес-тренер. Я занимаюсь, и постепенно мы тоже с вами дойдем до курсов по телу. Только это курсы будут не как попу накачать, а такие восстановительно-лечебные для осанки и так далее. Потому что меня интересует этот умный фитнес и структурирование тела. То есть мы все равно с вами продолжим заниматься. Все к лицу, все к лицу. Таким образом, сегодня мы сделаем с вами глазницы. Потому что вот тоже меня спрашивают по глазам. Почему из нависшие веки? Потому что нависшие веки очень много причин. Если мы будем говорить о костях черепа, то, во-первых, потому что вот здесь нет фенозного оттока правильного. Потому что вот надо восстановить. Вот здесь фенозный отток, вот здесь их выходит. Потому что бывает вот человек занимается, 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 занимается. А лицо как продолжало текать, так и текает. Почему? Фенозный отток затруднен. Это раз. А бывает человек занимается на межбровку, и вот ничто не помогает убрать эту межбровку. А тоже надо поработать вот с межзоной межброви, убрать напряжение костей вот здесь, над переносицей. Понимаете? Не всегда все то, чем кажется. Иногда смысл-то намного глубже. Очень ждала этот курс. Спасибо большое. Где узнать цену? Где узнать цену? Цена, ссылка в шапке профиля 1290, по-моему. Поставили 1240, ну, короче, 1200. Я не помню, какой хвостик. А вот. Слушайте, вот упражнения от сколиоза будут. Блин, я и не… Значит, обучение-то я прошла. Как корректировать сколиоз, я знаю. И так с людьми я тоже знаю, как корректировать, если работать контактно. А вот как это адаптировать для онлайна, я пока еще не знаю. Вот когда я допишу все эти курсы, я подумаю, как адаптировать для того, чтобы человек мог просто и легко себе помочь сам. Потому что там все-таки сложновато. То есть вот я пока своими мозгами дотонкать не могу. То есть я могу корректировать сколиоз, работая с человеком контактным. Может, я еще придумаю. Может быть, я потом поведу группы с корректировкой сколиоза для вот таких, для групповых. И посмотрю, как они отработают. А потом уже напишу курс. Скорее всего, вот так я сделаю. Потому что пока я работала только с человеком, с людьми, вот один на один контактный. А если в том месте, где венозный отток, родинка с одной стороны, то как там работать? Очень просто не трогайте родинку. У вас же не прилеплено там все гвоздями. Ну, есть у вас родинка, ну, возьмитесь под родинкой, ну, кожу как-то натяните. У вас же не такая уж уродинка там на полшей. Мы всегда, вот чем у человека хорош, то, что вот эти вот все ткани мягкие, мы всегда можем корректировать. Так, 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 по-другому. Как заплатить из Италии? У меня касса принимает все платежи, все иностранные платежи. Очень крутая касса. Только не первая, там первая кнопочка, потом вторая, вот вторая принимает все онлайн-платежи. А если к 90 только при... А если... Так, то при нажатии очень больно. А если при нажатии очень больно, значит, там у вас очень сильный гипертонус, очень сильно скопилось, много напряжения. А мы напряжение сами все равно должны поработать с мышцами, потому что сами кости, они уж не так уж-то и болят. Напряжение идет в окружающих еще тканях, а потом мы еще и убираем... Ну, швы черепа болят, конечно. Тут тоже вот мы должны будем болевые точки искать, расслаблять воздействием вибрации. И, ну, в любом случае, в идеальном мире не должно быть больно ничего. Понимаете? Ничего. Не должно быть ни одной болевой точки на теле человека. И если вы нашли болевую точку, значит, мы, опять же, мы поздравляем, поздравляем вас. Вы нашли свои проблемы, с которыми надо работать. Работать с ней надо сразу в нескольких направлениях. Опять же, с глубинными костями, да, с основой, с мышцами, с тканями, и, конечно же, психологически. По психосоматике я этот курс тоже напишу. То есть у меня структура уже написана. Там тоже остеопатическими методами будем все вот эти зажимы из тела изгонять, из каждого органа. Но это уже будущая работа. Как расслабить руки после массажа? Мы с вами, массажисты, руками-то и не работаем. Мы всегда работаем телом. Весь импульс всегда идет от тела. Руки у нас помогательный элемент. И если массажист работает неправильно, у него руки устают. А если он правильно вибрирует телом, у нас всегда идет работа с широкими рычагами, то вы уставать не будете. Добрый вечер. Не знаю, с какого упражнения лучше начать работать с лицом. Скажите, пожалуйста, вы у меня на курсе или не на курсе? Потому что такой вопрос у меня задают на курсе. И на курсе я вам говорю. Идете просто урок за уроком. Обязательно. Постепенно многие хотят сразу все пройти. Все пройти невозможно. И вообще я на курсах даю сейчас столько. Я опять вернулась к той практике, что я даю слишком много. И все начинают говорить, «Господи, зачем так много? Я же все не освою за три месяца». Если вы освоите десятую часть из того, что я вам дала, вы уже похорошеете на 10 лет не меньше, а то и больше. Пусть я лучше вам дам больше, чем меньше. А вы уже там повыбираете. Ну, если что, ну, продлите курс. Ну, что я могу сделать? И занимайтесь урок за уроком. Вот этими маленькими частями. И поэтому я тоже вам рекомендую все-таки брать, не лозить свои мышцы каждый день. Опять же, те, у кого лицо не наполнено. Не надо заниматься фейс-фитнесом. Щеки, как я сегодня показала, вот это упражнение. Оно классное. Оно очень хорошо подтягивает щечную мышцу. Щечная мышца у нас практически не работает в сознательной такой жизни. Она работает только в младенчестве, при сосании. Ну, когда что-то сосешь. Вот трубочку можно пососать, что-то. Ну, мы очень мало делаем движения. Либо при надувании щек. А потому что мышцы перерастягиваются, обвисают. И вот у нас, получается, брыльки. Но это упражнение, опять же, тем, у кого худое лицо, вот как у меня. Да я могу сделать раз в неделю, пять раз, и все. Мне достаточно. Мне важно работать с костями черепа для наполненности. Вообще, кости черепа, что еще? У нас лицо у молоденьких личико вот так, а у стареньких вот так, треугольничком. Свисает вниз. Все лицо складывается как бы к середине и к низу, и свисает. И кости черепа тоже. И мы их немножечко раздвигаем, наполняем. Здесь косточки вытаскиваем. Что за курс, как записаться на курс? Ссылка в шапке профиля. Фейспластика, работа с костями черепа. Ваша щедрость зашкаливает. Да я, по-моему, достала уже со своей щедростью. Я же говорю, не все, правда, даже довольны. Я даже повелась на поводу и даже сделала маленькие курсы. Но сейчас я взяла и все пообъединила, короче, переделала. И опять у меня все курсы большие. Точно, Танюш, ваш курс купила. Очень-очень много всего. Благодарю. Да, главное, вы не торопитесь. Не надо быстро-быстро-быстро-быстро пытаться все освоить. Медленно идите, постепенно. Не торопитесь. Курсы, ну, я, честно, я считаю, что недорогие. Я, конечно, не знаю. Там, может быть, у всех там разные денежные единицы. У всех там разное состояние. Ну, я считаю, что на 3 месяца там 1200. Это вообще ни о чем. Ну, я так, да. Я надеюсь, что я никого не обидела. А то что-нибудь скажешь, вечно обижаешь. Так, я занимаюсь 2 недели, уже заметила результат. Даже муж заметил. Лицо заметно потянулось. Я не ожидала. Там очень быстро. У кого-то очень быстро подтягивается. У кого-то медленнее. Ну, опять, я предупреждаю. Кости черепа. Так, кто пойдет, не говорите мне, что ты там фигню там показала. Это вообще ничего не действует. Вы так не пытайтесь пытаться говорить. Позанимайтесь. Я уже вам говорила, что мои оффлайн-группы девчонки поняли только после третьего занятия, третьего полноценного круга. А потом они без этого жить не могли. Это такой кайф. Но я советую отзаниматься, сделать несколько сеансов и потом перерывчик. А потом опять возвращаться. Ну, вы не сможете сделать перерывчик. Вам потом захочется периодически что-то корректировать. Как к мьюингу относишься? Прекрасно. Занимаюсь мьюингом. И у нас даже есть выдвижение маскилы. Там остеопатическая практика у нас. Мы с руками будем делать не языком. Да, очень доступные ваши курсы. Да, у меня сейчас, кстати, тоже спрашивают. Говорит, а если я… Вот такое письмо было. Я, по-моему, на него даже еще не ответила. Но я его видела. Оно мне выскочило. Одна девушка пишет. Говорит, я занималась на одних курсах. Занималась, занималась, занималась. А потом приехала на оффлайн-встречу и поняла, что все, что я делала, я делала неправильно. Ну, во-первых, ошибки допустимо делать. И все практики, которые я показываю, а я же их на опыте своем вымерила, они достаточно безопасны. Даже если вы что-то делаете сначала не так, потом постепенно, вы адаптируете мышцы и будете делать так. И даже если вы делаете не так, за счет вот этого движения, за счет вы все равно будете выглядеть постепенно все лучше и лучше и лучше. Ну, а потом, мне кажется, я настолько доходчиво рассказываю, потому что, опять же, у меня опыт ведения вот этих вот больших групп, когда передо мной сидит много-много человек, и я уже всех контролировала. Ну, мне кажется, я уже все детали объясняю. Ну, мне так кажется. У меня медленный процесс, но он накапливается. И знаете, что вас обрадует те, у кого медленные процессы накапливаются, у тех самый стабильный процесс. А можно еще записаться на курс? Конечно. Значит, что делать с темными кругами под глазами? Работать на всех уровнях. Сейчас мы с вами с глазницей поработаем. С глазницей поработаем? Нет, я сейчас вам не с глазницей дам, я сейчас вам с переносицей дам из этого, из фейс-пластики упражнения дам, которые тоже убирают темные круги под глазами. Купила ваш курс результаты, видимо, пока не вижу, но настроение после каждого урока огонь. Кстати, это очень немаловажно. Но смотрите, у всех же разные ресурсы организма. Может, вы и так вообще красотка, и вам нечего корректировать. Но для того, чтобы удержаться, порой надо удержаться на месте. Для того, чтобы удержаться на месте, надо бежать вперед, как в этой «Алиса в стране чудес». И вы таким образом удержите результат очень-очень долгий. Бывают, девчонки ко мне приходят, допустим, ей 75 лет. Конечно, она 20-летней не станет, но ей уже себя удержать, изменения-то идут. И не всегда уже ресурсы организма дают как-то что-то убрать. Некоторым дают, некоторые прям вообще убирают. А у некоторых, ну, вот уже всё, вот уже кожа перестянулась, её не дают. Но нет дальнейших ухудшений. Это же тоже результат, это тоже важно. И вообще, кстати, настроение, да, это вообще важнейшая вещь. Так, да, как мешки с утра убрать? Сейчас мы будем корректировать или грыжи под глазами. Смотрите, блин, я так хочу вам много рассказать. Грыжи под глазами. Почему появляется грыжа под глазами? Вот эта мышца, круговая мышца глаза, нижние пучки становятся перерастянуты. Она вот так вот, как гамак провисает. И жировые пакеты, они вываливаются, они просто выходят, мышцы их не держат вот здесь в тонусе. Нам очень важно работать с вами во многих областях, подтягивать нижнее веко. Вот это вот отличное упражнение из фейс-фитнеса, отличное. Учитесь его делать, оно очень простое, его показывают, по-моему, все тренеры. И оно действительно подтягивает вот это нижнее веко и укрепляет. Вы таким образом уже дренируете все, убираете вот эти, вот у меня сейчас тоже видно. Сейчас начнут мне писать, у вас там у самой грыжи, у меня освещение дурацкое. Ну, дурацкое у меня освещение, правда, сейчас. А вот, и оно все дренируется, мышца подтягивается, и вы так или иначе эти мешки свои убираете. Если уже прям сильная грыжа, да, что там вот уже грыжа, перерастянутая кожа, ну, не всегда ее удается сократить. Мы перерастянутую кожу, где уже все, вот этот вот кровеносный карман, там уже все скопилось, кровеносный карман, мы не можем, не всегда можем сократить. Ну, не всесильные методы естественного упражнения. Иногда да, иногда только операция. Но после операции вы все равно должны собой еще больше заниматься, потому что вы не убрали причину, вы продолжите отекать. Чтоб не отекать, работаем над сфинобазилиарным синхондрозом, над мобилизацией статики шеи, обязательно работаем над всеми швами, потому что они тоже делают отечность лица. И обязательно работаем с самой глазницей, обязательно работаем с самой глазницей. Сейчас мы с вами поработаем вот здесь, над носовой, как, господи, у меня вылетело из головы, переносицей, да, над зоной переносицей. Вот, и, конечно же, проверить вообще здоровье. Щитовидка, сердце, почки, все это тоже. То есть мы с собой занимаемся. А, обязательно еще диафрагмы должны быть в нормальном состоянии, много ходить, мышцы активные. То есть, на самом деле, конечно же, у нас должен быть активный образ жизни, себя любить. Я вам даю очень большой арсенал приемов. Вы для себя выбираете самые свои любимые и начинаете, не перетруждайтесь. Не надо заниматься с утра, там, до вечера с собой. Просто вы потом, когда все это выучите, у вас это будет настолько на автомате. Взяла здесь, повибрировала, красоткой пошла. Да? Может, и слезная железа забита. Да, если слезная железа забита, есть офтальмологический массаж, который вы идете, и вам делает офтальмолог. Сами туда не лезьте. Там я, кстати, господи, я смотрела этот массаж, который делает офтальмолог. Это вообще... Это очень страшно. Ну, они так прям вырут, щипцами зажимают, и прям вот это вот все там забитые вот эти железы вытаскивают. Ну, это так, зрелище, да, такое. Я тоже хочу заниматься. Приходите. А можно поднять уголки губ? Можно, во-первых, для начала чаще улыбаться, потому что депрессоры тянут вниз, платизма тянет вниз. Мы над всем этим с вами работаем в базовом фейс-контроле. Обязательно тоже приходите в базовый фейс-контроль. Вот, конечно, надо работать и над мышцами, и над костями черепа. Но, в принципе, фейс-пластика я туда зашила. Постизометрические упражнения для лица. Они вот такие крутицкие. Так. Давайте сейчас повибрить. А, еще я хотела на один вопрос ответить. Я же еще хочу вопросы подсоединить сейчас. А, еще я хотела на один вопрос ответить. Там мне тоже девушка написала. Говорит, ну, как девушке лет 65. Ну, тогда 65. Она говорит, у меня там поудаляли зубы, там какие-то операции сделали. Конечно же, щеки провисли, и все это висит, потому что нет каркаса. А если я делаю упражнения, будут ли у меня улучшения? Конечно же, желательно, чтобы наш вот этот вот каркас из, конечно же, основа. Если тканям не на что опираться, если тканям не на что опираться, то, конечно же, они будут провисать. Но, опять же, не все в мире идеально. У меня, например, тоже нет одного зуба. Вот здесь. И у меня каждый раз, я прихожу к стоматологам, меня каждый раз пугают и говорят, срочно поставить зуб. А мне вырвали этот зуб, когда мне было 14 лет. И я боялась поставить. Сначала мне говорили, мост поставить. Я очень боялась. А потом пришли импланты, мне говорили, поставь имплант. И я тоже боялась. Я думаю, пусть они еще поучатся имплантам. И сейчас я прихожу, тоже мне говорят, у вас уже рядом вот так зубы наклоняются, а нижний уже начал опускаться. Да и ради бога. Я с 14 лет хожу с дыркой. У меня там минимальные какие-то изменения идут. А мне уже 47. И ничего. В общем, не все в нашем жизни идеально. Поэтому, конечно, когда вы занимаетесь, опять же, каркас важен, но вы, занимаясь костями черепа, занимаясь упражнениями, конечно же, вы будете лучше, чем выглядели до. Конечно, если вы поставите зубы, будет еще лучше. И еще, кстати, те, у кого проблемы с прикусом, есть эти брекеты. Обязательно тоже берем курс свой с пластикой и потихонечку себя корректируем. Потому что даже вы можете свой прикус постепенно выровнять. Потому что даже вот брекеты, как их поставили, походили-походили, сняли, опять все, поехало. А вот здесь очень важно работать с эстеопатом. Вы, кстати, можете, знаете что, даже не обязательно прям курс брать, а пойти к хорошему эстеопату, который работает с костями черепа, профессионально тоже поработать. А потом взять фейспластику, чтобы самой дорабатывать. Так еще можно. Да, чтобы все-таки профессионал вам лучше сделать. Пипец, 47, все ваши занятия, это все ваши занятия сделало вас молодой. Ну да, 47, когда изменилась цифра. 47, я сказала 47, правильно сказала 47? Ну скоро, через месяц день рождения я уже, даже меньше, чем через месяц. Через сколько у меня день рождения? Ну я уже, да, уже я жду дня рождения. Через три недели, через две. 2 октября, короче, у меня день рождения. Так что я уже... Сейчас у Руслана, кстати, сейчас у Руслана день рождения во вторник. А потом через две недели у меня. Что Руслану подарить? Я уже вообще не знаю, что ему подарить. Прям у меня... Что же ему подарить? Ну и вообще, вот, кстати, мужчинам дарите какие-то такие подарки, дорогие. Например, куртку подарить. Я все время как-то... Я вообще всегда мужчинам дарила, знаете, что? Там стишок рассказать. Я встану на стульчик, расскажу тебе стишок. Ну как-то я не знаю, я как-то мужчинам материальные подарки не люблю дарить. Мне кажется, что какие-то они сразу потребители. Очень дурацкие, да, у меня мысли в голове. Наверное, я неправильно мыслю. Наверное, надо ему действительно подарить ветровочку. Шарш. Вот шарш. Да, мне вообще кажется, ну как-то не знаю. Еще дарят женщинам, мужчинам какие-то материальные там украшения. Вот. Не знаю. Ну, так что... Я буду мужу дарить одеяло и подушку перьевые. Очень хочет. Вот я, кстати, тоже люблю. У меня муж любит картины. Да-да, чуть-чуть такое. Мне кажется, это мужчина должен женщину там одевать, бывать, украшения дарить. Женщину как-то вот... Короче. Мужчинам не надо дарить материальные подарки, да, то есть спортивные часы. О, кстати, он очень любит спортивные часы. У него коллекция часов, таких дорогих часов. Удочку вместе на рыбалку, точно. Так, подари себе, я так каждый год делаю. Я вот тоже говорю, я тебе подарю любовь. Он же говорит, это ж не под... Ну, я говорю, нельзя любовь подарить. Нужно дарить то, что не может сделать сам себе. Ладно. О, кстати, вот видите, не одна я так думаю. Мужчине надо дарить праздник эмоций. Что придумать? С карты звездного неба в день его рождения. Так, все, смотря чем увлекается человек. Так, все, не отвлекаемся, поехали работать. Сейчас поищу. Давайте я пока не буду это, я буду вопросы. Я включила вопросы, сейчас выйдет. Здравствуйте, глазные грыжи и носослезку. Как убрать? Это разные вещи. Грыжи, про грыжи мы с вами поговорили, чтобы мышцу подкачивать. Мы сейчас с вами сделаем упражнение. Сейчас я отвечу и сделаем. А носослезка это совсем другое. Нельзя часы дарить, это к разлуке, к разлуке. Блин. Так, носослезка это когда скуловая связка вот здесь пережата. Это с культурным массажем надо делать. И тоже вытаскивать кости черепа. Так, давайте, значит, смотрите, мы сейчас, вот, давайте с вами сделаем упражнение, которое тоже убирает напряжение. Вот здесь, над носиком. Над носиком, вот здесь, видите, есть такая достаточно большой шов. Вот он. И вот здесь стыкуется очень много костей. Угу, вот здесь. И, соответственно, они тоже копят напряжение. И кости, они как все сворачиваются вот здесь внутрь, и здесь появляется морщина. И вот если хроническая межбровная морщина, вот здесь, это тоже вот здесь может быть напряжение не давать уйти. Мы с вами сделаем упражнение. Сидите ровно. Чуть-чуть вперед подвинулись. Вот сейчас вы и посмотрите, какие упражнения. Локти перед собой, вот так, головой склонились сюда и поставили вот сюда, возле носа, прям в глазницу пальчики. И начинаете посылать туда мягкую вибрацию, немножко как бы внутрь, внутрь в саму глазницу и наверх. Мы сейчас с вами убираем, убираем сразу много зайцев. Во-первых, вы расслабляете еще и крепление большой круговой мышцы. То есть она крепится как раз здесь. Здесь стык многих костей черепа, вот в этом месте, убираем напряжение. И так вы сидите 30 секунд вот с такой легкой вибрацией. И как я говорила, мы все в остеопатии работаем длинными ручегами. То есть вы не пальцами вибрируете, а вы даете импульс от спины даже. И вот такая вот вибрация. Пальчики у вас тоже подвибрируют, и вы даете вот сюда легкую-легкую вибрацию. Мы работаем всегда на 10% усилия из 100, ну 30%. Вы всегда начинаете с минимального усилия. Главное, что вы проникаетесь своим сознанием вот к этому шовчику, вы представьте его, и посылаете туда вот это вот расслабление. И вот такой вы вибрацией сидите 30 секунд. Слышно меня, когда я рот закрыла? Глазки закрыли, и сидите, вибрируете, вибрируете, вибрируете туда вовнутрь. Приподнимаете, немножечко приподнимаете лобную кость, которая у вас вот сюда вот уходит и заворачивается. Открываете глазки. У вас здесь все начинает расслабляться и открываться. И уходит хроническая, ну как одна из причин уходит хроническое нависшее веко. Отечность глазок. Расслабляется круговая мышца глаза. Так вы сидите 30 секунд. И затем можете расслабиться, можете так поглазниться, еще пройтись. И глаза у вас сразу откроются. Вы почувствуете колоссальное расслабление. И вы можете это делать раз в три дня примерно. У меня от массажных движений неприятные позывы во всем теле. Почему так? Во-первых, делайте с минимальным усилием. Не пугайте. Нервную систему, наверное, пугайте. Здесь наверняка как неврозный момент, психоэмоциональный. Потому что либо у вас настолько все перенапряжено. Во-первых, я бы, конечно, очень посоветовала попить магний, чтобы нервная система все-таки расслабилась. Уговорить себя. И делайте более расслабленно. Обязательно не давайте себе каких-то приказов. Приказов слишком таких, что я сейчас должна сделать, я сейчас должна похорошеть на 10 лет. Я сейчас вот добьюсь. Вы получаете удовольствие. Делайте вот каждое движение. Либо упражнение, либо работа с костями черепа, либо постизометрические упражнения. В удовольствие. Вы вот с каждой секундой ваша жизнь уменьшается. С каждой секундой вы становитесь все старше. И пусть вот эта секунда, которую вы проживаете сейчас, приносит вам удовольствие. Это же самое важное. Вот она жизнь. Вот это бесценное сокровище. И вы должны в этот момент именно наслаждаться. И вот когда вы поймаете вот этот дзен, наслаждение, у вас ничего в теле в ответ, нормальную вибрацию сжимать не будет, а будете расслабляться. И второй момент в упражнении. Захватываете лобную кость, прям протаялись, протаялись, протаялись к ней. И берете за косточку вот здесь. Только не за хрящик. Здесь у нас дальше хрящик идет, за кость. И тоже вот так вот с вибрацией. Вот эта рука идет наверх, а эта слегка вниз оттягивает. И мы расслабляем вот здесь, в этом шве напряжение. И тоже так посидите, проникните свои ощущения. Мы с вами должны здесь шов напряжения в этом шве расслабить. В шве или шве? В шве. В шве. Я, как всегда, не умею говорить. Так, спасибо, даже взгляд прояснился. Про гуаша мы потом сделаем что-нибудь, вопросы просто спрашивают. Так. Межбровная складка, как ее убрать? Вот я вам показала упражнение с костями черепа, как ее убрать? Только вот это упражнение, что я вам показала, ну и вторую часть. А первая часть, она более основательная, и вы не можете перепрыгнуть к первой части, ну и ко второй части, не проходя первую. Потому что сначала вы должны расслабить швы мозгового черепа. И потом у вас лицевой будет лучше поддаваться. Он у вас так, конечно, поддастся. Но для того, чтобы был стабильный результат, вы должны сначала проработать все. У меня только прерывается эфир, прерывается, запишите эфир. Да, запишусь, постараюсь. Все, ладно, придется нам заканчивать, потому что мы уже с вами час проболтали. Я сейчас отвечу, вот еще на один вопрос нашла. Вопрос из истории. Парализован лицевой нерв с обеих сторон, нет мимики, 11 лет уже мышцы слабеют быстрее. Смотрите, я очень удивляюсь, как оказывается, мне уже много таких пишут, девочек, которых неврит лицевого, господи, господи, воспаление троичного нерва, неврит, короче, лицевого нерва. Что я что-то не только... Ну, в общем, парез. И после того, как они прошли реабилитацию, как они прошли лечение, обязательно должны прописать фейс-фитнес. И вообще в хороших клиниках фейс-фитнес прописывают, только он там немножечко другой. У нас фейс-фитнес, который я преподаю, он более косметической направленности. Там фейс-фитнес немножко по-другому, да, там брови поднять, удержать, опустить, поднять, удержать, опустить, язык высунуть, убрать, глаза сжать, слегка глаза сжать посильнее. То есть они же тренируют мышцы, у них мышцы не работают, они должны их возродить. Вот я вам сейчас показала из этой, из лечебной гимнастики. То, что у нас на курсе, тоже подходит. Почему у нас в некоторых клиниках не дают гимнастику для лица? Они прямо должны на листочке прописанную гимнастику дать. И человек восстанавливается. Массаж для лица, фейс-фитнес обязательно. Если не двигается какая-то мышца, вы пальчиком помогаете, как мы с вами учили уже. Моим пальчиком, ну вот так, допустим, улыбка, широкая улыбка. Не это, а вы помогаете пальцами. Постепенно мышца возрождается, нейронные импульсы пробуждаются, и мышца становится опять активной. Без фейс-фитнеса люди не восстанавливаются. Вы обязательно должны активно работать. Я, кстати, ну опять же на подмет сошлюсь. Я, например, сколько статей читаю, западных, ну англоязычных, там всегда фейс-фитнес прописывают, и есть лечебный. Через сколько будет результат от массажа? Если вы сделаете массаж более-менее правильно, более-менее, не обязательно прям совсем правильно, у вас сразу уйдет, ну вернее, у вас сразу результат будет. Но у меня у девочек сразу у всех, ну когда я принимаю, в смысле я имею в виду. Так, не уходит межбровка. Я вам дала только что упражнение от межбровки. После сильного похудения ушел жировой пакет, лицо поплыло вниз. Чего начать? Что лучше, массаж или фейс-фитнес? Лучше всего отстать от лица вообще, вообще, в принципе. Заниматься костями черепа, упражнения делать только постизометрические. И все. И пока не трогайте ни массажем, ни фейс-фитнесом. Если прям сильное-сильное, все, если прям вот как пергамент, одна кожа обвисла. Дайте шировым пакетом восстановиться. Сделайте перерывчик. А вот с костями черепа работайте. Расширяйте. И постизометрические упражнения делайте. Но, опять же, без фанатизма. Три раза в неделю, не больше. Упражнение, этот массаж можете делать. Но, знаете как, попробуйте раз в две недели. Вот так. Если будет улучшение, то раз в неделю. У меня были такие случаи, что, опять же, там приходили девчонки, одна кожа висит. Одна кожа, и все, без жировых пакетов висела. Вот мы делали массаж, было, что восстанавливается. Но тут надо подбирать. Надо смотреть на человека. Что делать, если после массажа появились прыщи и угры? Я целый этот, даже ролик там издала. Начинают очищаться застойные там процессы. Они очищаются, но неправильно. Не через лимфу, а через кожу. Значит, первое. А, вообще не пользуетесь вы этими маслами на массаж. Я вообще не знаю, зачем вы ими пользуетесь. Я даже классически делаю... Ну, классически я делаю по массажному крему. Могу сейчас показать вам. Это когда я принимаю. Вот такое у меня. Это для классического массажа. Ну, хотите, в сторис фоткаю, разворачивает. То есть, массажный крем масло марципановый. Очень классный. Ну, опять же, потом вы смываете. Но это для классического массажа. Классический массаж я вам практически не даю. Я вам даю скульптурный, который делается на сухую. Иначе вы мышцу не возьмете через кожу. У вас все будет выскать. Вы... Это первое. Второе. Конечно же, мы моем руки. Ну, это все понятно. Делайте лучше лимфодренаж. Чтобы не выскать или прыщи. На время прыщей перерыв. После того, как вы делаете второй заход, вы лимфодренаж лучше делаете. У вас плохо отходит вся лимфочка. У вас где-то там все застойно. Делайте. Пока у вас прыщи, делайте больше упражнений на шею. У вас шея где-то забита. То есть, руками больше сюда не лезьте. Дайте всему восстановиться. Займитесь пока своей шеей. Вот такие делайте. Да, чтобы вся лимфочка здесь проходила. Здесь. Ну, лимфоузлы можете там вот так, вот здесь потрогать. Ну, тоже деликатно смотрите. А лицо не трогайте. Не разносите вы эти прыщи. Разнесете их. И шейкой заниматься. При заболеваниях щитовидной железы. Массаж возможен. Значит так. Идете к своему лечащему врачу и спрашиваете. Можно ли вам конкретно делать массаж? Ну, в смысле, лицо-то можно. По шейке мы еще делаем разные приемы. Почему? Потому что, на самом деле, если узлы хорька разрешали, если нет воспалительного процесса, если гормональную терапию принимают, разрешают. Врачи. Вы должны спросить врача. Я даю для условно здоровых людей. У меня все-таки косметические, да, у нас косметические услуги. И я вам могу сказать, что перепроверьте у врача, если сомневаетесь. Потому что, если узлы злы на щитовидке разрешают многим. У меня девочка ходила к врачу, спрашивала, можно ли делать у нее оперированную, вырезанную щитовидку. И сказали, да, можно. Но бывает. В каких случаях? Короче, меня в большинстве случаев разрешают. Особенно, если вы гормоны пьете, то спокойно делаете. Ваш телеграм-канал просто супер. Сегодня такое полезное упражнение было, и рецепты. Да, у меня, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. У меня супер телеграм-канал. Там очень-очень много всего. Там и рецепты, и конкурсы. Девочки там общаются. Там я выхожу намного чаще, чем в инстаграме. Хотя и в инстаграме я часто выхожу. Все время что-нибудь им там сказать. И там можно спросить любой вопрос. Что, Настя? Сейчас, подожди. Все, ладненько. Мы будем заказывать. Как подписаться? Напишите, пожалуйста, в директ. И вам девочки вышлют ссылочку. У меня не берется кожа на шеи. Прорабатывайте. Потому что кожа должна быть мягкой. И все должно браться. Постепенно, постепенно поменяйте. В последнее время постоянно напрягаются мышцы под нижней губой. Возможно, стресс, школа и так далее. Никак не могу перестать. Что поможет? Улыбаться больше. У нас мышцы большая, малая, скуловая. Вот большая, малая, скуловая. Антагонисты депрессоров. Если вы напрягаете регулярно депрессором, последите за своим мимикой. Очень хорошо, когда вас со стороны кто-то снимает. То вот эти выключаются мышцы. А если вы постоянно напрягаете вот эти, то вот эти выключаются. Для того, чтобы выключить депрессор, вы должны улыбаться. Или делать мое любимое упражнение. Если у кого-то морщины закладываются. Я уже там репетировала, репетировала себе, чтобы морщины закладывались. Знаете, как делают? Те, у кого щечная перенапряжена, они вот так делают. Они тут закладываются. Надо делать аккуратно. После воспаления нерва лицевого было лечение. После лечения мышцы стали гиперактивно сокращаться. Как быть? Ну, здесь массаж делайте. Вот это скульптурно поделайте. Почему у вас начался... У всех не работают мышцы, а у вас начали гиперактивно сокращаться. Первый раз такое я слышу. Обычно же они не работают. Вот как так у вас получилось? То есть обычно все приходят, мышцы слабые, не работают. Им прописывают фейс-фитнес. Но опять же, мы всегда смотрим по человеку. Вы можете делать этот массаж. Ладненько. Я заканчиваю свои дозволенные речи. Уже больше часа прошло. Сейчас мне инстаграм еще и не сохранит. Поэтому для того, чтобы сохранить эфир всем. Счастья, красоты. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мы там с вами будем общаться. Да? Курс по фейс-пластике. Не обходите вниманием. Важнейший курс. Выводы не пишите мне, что в вашей курсе черепа ничего не понимаю. Пройдитесь. Сделайте. Я говорю, что у меня оффлайн-девочки поняли с третьего раза. С третьего. Всем очень потом понравилось. Так. Там еще, да, и пустоизометрические упражнения, и скульптурный массаж тоже даю. Также у нас сейчас основной базовый курс для новичков. Там тоже есть и пустоизометрический, и скульптурный массаж. Я и туда, и туда зашила. И все. Я везде все позашивала. Вот. Ссылка в шапке профиля. Телеграм-канал. Ну, в директ напишите пока. И вам тоже пришлют ссылочку. Присоединяйтесь. Там весело. Там конкурсы, кстати. И там куча подарков. Вот у нас сейчас конкурс недавно был. На лучший завтрак. Все присылали свои завтраки. Потом голосовали. И в результате у нас было 7 победительниц. И им подарили гайды. И вообще там очень много подарков. Там бывает то какой-нибудь розыгрыш на скидку на какой-нибудь курс. Или какие-нибудь гайды. Мы гайды постоянно какие-то новые тоже выпускаются. У меня дизайнер так красиво нарисовал сейчас вот этот гайд со смузи. Такой красивый. Единственное, что он сделал подписочку маленькую фитхэппи-мама. Я говорю, надо побольше его уградут. Он такой красивый. Разворуют. Ну, ладно. Что есть, то есть. Уже переделывать не будем. Все. Всем красоты. Здоровья. Keep in touch. Будьте на связи. Все. Пока. Пока.